Добрый вечер! Сегодня час пик для директора геофизической службы Российской Академии Наук Олега Старовойта. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег Старовойт назначен директором геофизической службы России. Ну, давайте начнем с, пожалуй, самых главных событий, которые вот именно в вашей области потрясли все человечество. Я имею в виду землетрясение в Японии. Как могло так получиться, что Япония с ее сверхсовременной техникой, наверняка, которая есть и в области сейсмологии, прозевала это землетрясение? Или я не прав? Вы знаете, я думаю, что вы правы, что прозевало землетрясение. Но будем говорить откровенно. Дело в том, что сегодня в мире краткосрочного прогноза землетрясения, к сожалению, еще нет. Что такое краткосрочный прогноз? Это процесс все-таки случайный. Природа его преподносит в местах, где мы, в общем, знаем, где оно должно быть. Но это уже область долгосрочного прогноза. Но есть же все-таки сейсмоактивные зоны на Земле? Безусловно. И есть места, где практически никогда не было землетрясения? Или это ошибка? Вот это очень неоднозначный ответ на этот вопрос. Есть ли места, где вообще никогда не было? Земля, я должен сказать, чрезвычайно активно живущее тело. Это только мы, так сказать, ходим по этой тверде и думаем, что там все в порядке. Вы себе можете представить, что половину радиуса Земли, а всего это 6371 километр, то есть около трех с лишним тысяч километров, это огнедышащая лава, которая живет, которая живет своими законами, физическими законами, геохимическими законами. И, естественно, эти процессы, подходящие на такой глубине, не могут не отражаться на ее поверхности. Вулканы, землетрясения, это все отзвуки процессов, которые происходят на глубине. Поэтому в этой ситуации, и где это проявится, где, так сказать, это почувствуется, этот земной глубинный процесс, пока еще это очень сложный вопрос. Хорошо. Вот для территории России наиболее сейсмоактивные зоны – это Курилы и вот то, что связано с тем вот регионом. Вы знаете, что я бы выделил, безусловно, на первом месте Курило-Камчатская зона, это наша, так сказать, самая активная в сейсмическом отношении зона. Там, по-моему, сегодня даже было землетрясение. Там и сегодня было землетрясение, там бы землетрясений происходит очень много, я не хотел бы здесь отягощать вас цифрами, но это действительно зона, которая живет, как говорят, очень… На вулкане. На вулкане, совершенно верно. К сожалению. Кавказ северный, не менее опасная для нас зона, Алтая-Саянская зона, БАМ, Иркутск – это тоже активные зоны, это тоже наши, как говорят, горячие точки, которые в любой момент могут нам принести не очень приятные, мягко говоря, сюрпризы. Что такое год активной земли и когда он наступит? Ой, вы знаете, я думаю, что это… Или это досуже вымысл? Я бы, да, я считаю, что… Земля всегда активна. Нет такого года, земля всегда активна, понимаете, нет, земля всегда активна. Другое дело, что есть, например, десятилетия, когда мы этому, этим процессом уделяем большее внимание, вот сейчас, например, такое десятилетие происходит, когда нас ЮНЕСКО призывает, давайте лучше наблюдать, давайте лучше следить за событиями, которые происходят в природе, давайте организуем систему наблюдения таким образом, чтобы мы лучше понимали процессы происходящие, все же направлено на что? На то, чтобы спасать жизнь людей. Нет, это естественно, иначе было бы странно вообще создание этих слов, наука ради науки, что тоже может быть и хорошо, но прикладное-то значение очень прямое. Безусловно, я с вами согласен. Но вы знаете, землетрясение, кстати, это такой процесс, который, ну, если хотите, он диалектичен. С одной стороны, это страшное бедствие, это ужас, это кошмар, это тысячи людей гибнут и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, это сегодня единственный источник наших знаний о глубинном строении Земли. И мы должны знать, просто я называю... Хорошо, вот в этом для меня есть определенный ужас. Я не хочу проводить никаких параллелей, бог с ними. Как повлияло землетрясение в Японии? Что нового после этого землетрясения вы узнали о глубинных процессах, происходящих в Земле? Вот можно такой вопрос задать? Вы знаете, его задать можно, но на него сразу не ответишь, потому что оно недавно произошло. Ученым нужно время, чтобы собрать данные, собрать данные наблюдений, которые проводятся по всему земному шару. Кстати, наблюдения – это основа всех исследований по сейсмологии, по изучению процессов. Но что, я уверен, извлекут ученые из этого? Надо прямо сказать, что землетрясение японское, оно произошло вне обычного района, где они активно происходят. Оно произошло на суше. Оно произошло непосредственно под этим печально знаменитым городом, привело к его разрушению. Уже в этом его особенность. Уже это предмет исследования. А почему там, а не в тех местах, где их больше всего? Уже надо изучать, уже надо понять это. И поняв это, можно будет говорить в дальнейшем о том, как их прогнозировать. Хорошо. А вот как вы относитесь к заявлениям очень многих ученых или псевдоученых, которые следуют сразу после таких крупных трагических событий? О том, что я еще там два года назад предсказал с точностью до дня, что именно там, именно в этом месте, именно такое землетрясение произойдет. Я, может быть, буду резок в этом смысле, но я считаю, что это авантюрные заявления. И, вы знаете, мой 35-летний почти опыт работы в сейсмологии позволяет мне это говорить. Приходилось, понимаете, анализировать, приходилось смотреть на уже последующие, понимаете, вот эти вещи, когда люди задним числом говорят, что они могли сказать, они знали и так далее, и так далее. Это очень опасная такая тенденция в науке. Я бы был более скромен в таких заявлениях. Хорошо. Тогда небольшая цитата. Будьте добры. По данным Геофизической службы Российской Академии Наук, из шести сейсмостанций на Курильских островах сегодня действует только одна. Всего же по стране за последнее время закрылось более 30% станций слежения за состоянием земли. В такой ситуации россияне смогут узнать о приближении землетрясения только тогда, когда крыши домов начнут рушиться им на голову. Труд 27 января, 95-й год. В связи с чем связано такое активное сокращение количества сейсмостанций? Это связано с одной единственной причиной. Нет денег. Нет денег. Нет средств на их содержание. Я мог бы привести сейчас очень много таких ярких характерных примеров, подтверждающих эти слова. Но я думаю, что сейчас нужно говорить не о том, почему это произошло, а сейчас нужно говорить о том, как из этого положения выйти. А можно, вот вы скажете сейчас, как из этого положения выйти, а я вам задам вопрос, а к чему это может привести? Ну, что я вам могу сказать? Если, не дай бог, произойдет, что мы закроем все наши сейсмические сети, то вот я бы здесь провел такую параллель. Представьте себе, что вы врач-кардиолог. Вам нужно изучить, как мое сердечко работает. Что вы делаете? Прежде всего, хотите получить кардиограмму. Для этого что? Лепите мне на мое тело датчики. Эти датчики подводите к прибору, который фиксирует, как они работают. Потом берете эту сейсмограмму, назовем ее так, и смотрите, и говорите, и анализируете. Так вот, представьте себе, что вот это сердечко мое, это есть землетрясение, а датчиков нет. Вы в лучшем положении, потому что я вам могу еще что-то сказать о своем сердце. А что Земля скажет? Ничего она ответить не может. Готовится, не готовится землетрясение. Какие процессы там происходят? В каком состоянии сейчас эти участки Земли потенциально опасны с точки зрения землетрясения? Значит, все сводится к чему? Необходимо иметь наблюдение. То есть то, что нам позволит анализировать, какова же ситуация в той части Земли, где готовится землетрясение. Причем, должен сказать, что процесс поберутого землетрясения, это длительный процесс. И здесь нам важно не только изучать непосредственно это место, но он порой охватывает огромные зоны, огромные территории. И поэтому нужно расширять сеть наблюдений. Ведь весь мир, буквально, и Япония та же самая, и Китай, и Соединенные Штаты, и даже Канада, в которой они очень сейсмически активны, будем прямо говорить. Как только выявляется зона, где может произойти землетрясение, что делается в первую очередь? Повышается плотность сети сейсмических наблюдений. То есть ставится больше датчиков на эту территорию. А какая сейчас зона наиболее вероятного землетрясения у нас? К сожалению, у нас есть, с моей точки зрения, очень хороший, долгосрочный прогноз, разработанный в институте Волканологии, академиком Сергеем Александровичем Федотовым. Этот прогноз работает. Но он долгосрочный. То есть это на десятилетия, на длительный период, когда нас с вами, может быть, это и не очень волнует. Но когда по этому прогнозу, который он дал, должен был быть шикотан Южной Курилы, октябрь месяц прошлого года, и он произошел, а второй зоной он называет район Петропавловска-Камчатского, то тут, извините, надо задуматься. Надо быть готовым к этому. Надо сосредоточить на этом участке наблюдения. Надо повысить их чувствительность. Надо все сделать, чтобы мы следили за тонким поведением этой зоны нашей. А как людям, которые, я сейчас не касаюсь научной части вот этих наблюдений, как людям, которые живут в этих районах, как им готовиться? Как относиться к плохо построенным зданиям, которые ясно, что разрушатся, как карточные домики, если тряхнет как надо? Да, вы задали, пожалуй, самый сложный вопрос. На него однозначно ответить невозможно. Но я думаю, что и здесь есть пути, так сказать, превентивной подготовки к нему, предварительной подготовки к нему. А именно, тут уж задача местных органов заняться подготовкой населения к этому делу. И, кстати, основания для этого есть. Мир по этому пути идет. Люди готовятся. Есть органы гражданской обороны, которые этим занимаются. Готовят население. Говорят, как себя вести в случае землетрясения в различное время суток. Это ведь очень важно. Ведь паника одолевает человека. Вы сами понимаете, очень сильно. А паника во время землетрясения? Это самое страшное, что может быть. Поэтому необходимо готовить заранее психологию людей к этому. Непростой вопрос. Но, тем не менее, нужно делать. Затем, нужно провести инвентаризацию зданий, помещений. Может быть, даже пойти на снос некоторых, которые особенно ветки, и в них живут люди. Я еще раз понимаю прекрасно, что это большие нужны капитальные затраты. Что сегодня для нашей страны не очень легко сделать. Да и вряд ли возможно. Да и вряд ли возможно. Но, тем не менее, я бы так сказал, надо своевременно все делать. Понимаете, своевременно, последовательно, не суетясь. Ведь не секрет, что многие вещи мы делаем, когда, как говорят, гром ударит, тогда мы начинаем креститься. Что я имею в виду? Вот постановление по Камчатке вышло, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то лет 10 тому назад. Постановление правительства. Постановление правительства, да, о том, что нужно подготовиться. 10 лет назад, это и ЦК, и БСС. Ну, я сейчас не помню, честно говоря, по-моему, да. Сегодня сейчас у нас 95-й, значит, 80-й. Да, 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 да. Ну, куда же там делишь? Ну, вы знаете что, не все, так сказать, плохо. Я не говорю про это, я просто говорю, по чьим грифам ходил. Да, 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 совершенно верно. Ну, знаете, скажу уж, кстати, тогда мы четко знали, кто спросит за его невыполнение. Ага, сейчас многие могут уйти от ответа. Совершенно верно, от ответственности. А ответственность может быть очень большая. Я хочу привести сейчас небольшие цифры, связанные с землетрясением в разных точках мира. Будьте добры. В результате землетрясений погибло июль 76-й год, Таньшань, Китай, 242 тысячи человек. Август того же года, остров Минданау, Филиппины, около 8 тысяч. Сентябрь 78-го года, Тибес, Восточный Иран, 25 тысяч человек. Сентябрь 85-го, Мехико, по официальным данным, около 5 тысяч, по неофициальным, от 10 до 30 тысяч человек. Декабрь 88-го года, Спитак, более 25 тысяч. Октябрь 94-го, Южные Курилы, погибло 11 человек, без крова остались 19 семей. Предварительный ущерб 60 миллиардов рублей. Январь 95-го года, Кобе, Япония, погибло 5 тысяч человек. 300 тысяч остались без крова. В одним... Страшные цифры, на самом деле. Это просто даже ощутить масштаб того горя, которое приносит землетрясение. Я уже не говорю о тех финансовых затратах, которые требуются государству для восстановления последствий землетрясений. Для нас самым страшным было последнее землетрясение в Спитаке, когда вся страна поднялась, и туда ездили строители и так далее. И многие знают, что там многие дома были разрушены именно потому, что была не соблюдена технология строительства в сейсмоопасных районах. И даже, по-моему, в каких-то законах, законах Хамурапи, которые были изданы за много лет до нашей эры, сказано, что если строитель построит для человека дом и не сделает его прочным, а дом упадет и принесет смерть владельцу, этот строитель заслуживает смерти. Сколько строителей, с вашей точки зрения, у нас осталось бы, если бы этот закон работал в наши дни? Да, я думаю, что немного осталось бы, если бы этот закон работал. Но, вы знаете, я не хотел бы уж так обвинять строить только строителей в том, что плохо строится. Ведь, понимаете, само строительство объекта – это не только дело строителя. Я понимаю, конечно, и то, что было сказано в древности, строитель там и строил, и делал, и проектировал, и так далее. Есть целый комплекс людей задействован. Есть целый комплекс людей, совершают и проектировщики. А если это огромные здания, то это же можно все просчитывать. Совершенно верно. Это и проектировщики, это и заказчики, если хотите. Это, знаете, и жители окружающие место стройку. Не секрет, что жили, да и живем мы не очень богато. Воруют. Воруют, будем прямо говорить, и продолжают. Вот. Поэтому не надо обвинять только строителей. Хотя, должен вам сказать, что я ведь стою на таких здесь позициях, что то, что ты делаешь ради спасения людей, ради того, чтобы люди не погибли под тем, что ты строишь, ты должен строже и строже спрашивать, понимаете, строже относиться даже к себе, к тому, что ты делаешь. Раз ты должен понимать всю ответственность, которая на тебе лежит. И, конечно, в этом смысле строителей первый спрос. Олег Евгеньевич, а, наверное, жутковатое ощущение, когда вы понимаете, что еще по сумме знаний вы достаточно бессильны прогнозировать вот эти катастрофы, и что люди все равно будут гибнуть. Да, вы знаете, это, вы совершенно правы, тяжело это сознавать. Но весь, мне кажется, вопрос в том, как на это реагировать. Можно, сознавая это, прекратить любую деятельность. Нет, я отнюдь за это. Вы понимаете меня, да. Просто вот этот технологический момент, насколько он провоцирует продвижение вперед, более активное в поисках закономерностей того, что происходит там внутри Земли. Видите ли, я вам скажу, слабо еще провоцирует. Прямо вам скажу, с моей точки зрения слабо провоцирует. Потому что, когда мы привлекаем молодежь, тут надо молодежь привлекать, то, особенно сейчас, не идет молодежь в это дело, не идет науку. Не интересно, что? Или опять финансы? Опять финансы. Я бы, скорее всего, все к финансам. Ну, что же, понимаете, за дело, если мы сейчас можем молодежи заплатить аж 100 тысяч рублей в месяц. Ну, что, разве можно на такой базе делать науку? 25 долларов. Даже меньше. Даже меньше. Сегодня, а завтра это будет меньше. Понимаете, в чем дело? Это очень непростой вопрос. И есть, правда, люди, есть, приходят, но, к сожалению, не выдерживают под грузом тяжести семьи, которую нужно кормить. И на эти доллары, как вы сказали, 25 не сильно прокормишь. Какой науке, так сказать, сейчас может речь идти? И это нас очень и очень настораживает и огорчает. Стареет наша сейсмология. Грустный разговор у нас получается. Ну, я думаю, сейчас вот интересные звонки зрителей поступят. Прошу. Итак, первый звонок, пожалуйста. Что такое геофизическое оружие? Насколько я знаю, есть такие три лаборатории. Одна в Абхазии, на территории Ешеры. Другая в Мурманске. Третья на Восточном Казахстане. Итак, геофизическое оружие. Геофизическое оружие. Я вам прямо скажу, что я считаю, что геофизического оружия нет. И это понятие часто используется в спекулятивных целях для того, чтобы получить средства на проведение исследований. Я попробую пояснить. Я о краем как-то вот слышал, что это такое. Вы меня поправите. Это делается направленный взрыв где-то, да? И с тем, чтобы в определенной точке Земли, согласно каким-то законам, на вражеской территории произошло что-то подобное. То ли землетрясению, то ли каким-то катаклизмом, который приведут к разрушению. Что-то в этом роде. Понял, да. Ну, давайте возьмем с вами... Если примитивно. Да, нет, в общем, тут есть, как говорят, истина в этом. Давайте так смотреть. Вот Кавказ. Ну, выходит, что надо взорвать в Турции или там в Иране для того, чтобы у нас на Кавказе это оружие сработало. Правильно? Почему? А можно, ну, скажем так, в Ставрополье? Извините меня. Ставрополье это наша территория. Нет. Значит, для того, чтобы подготовить взрыв на нашей территории против самих. Ну, вообще глупость какая-то сейчас. Понимаете, это очень непростой вопрос. То есть, на чем здесь, какая физическая основа того, о чем говорят? Она состоит в том, что будто бы одно явление может порождать другое явление. Это действительно такие связи, такие корреляции есть. Но прямо вам скажу, что они еще настолько слабы, настолько слабо выявлены, что, с моей точки зрения, еще это нужно очень хорошо доказать. Это взаимосвязь исследуется кем-то? Исследуется. Спасибо. Прошу. Я, у меня вопрос. Меня зовут Виктор Максимович. У меня вопрос к Олегу Евгеньевичу. Что такое силы землетрясения в баллах по Рихтеру? Спасибо. К известному музыканту это никакого отношения не имеет? Нет, безусловно, не имеет к известному музыканту. Рихтер – это крупнейший сейсмолог, немецкий сейсмолог, работавший долго в Соединенных Штатах Америки. И ему принадлежит идея измерять силу землетрясения или энергию землетрясения в так называемых понятиях магнитуды. Ну, не будем вдаваться в подробности. Каким образом определяется? И вот эта магнитуда определяется по тому, какова амплитуда колебаний почвы от землетрясения на той сейсмической станции, где она зарегистрирована. Вводятся соответствующие корректировки, поправки, определяется магнитуда. Так вот, магнитуда – это величина пропорциональной энергии землетрясения. И это у нас ошибочно называют баллами по шкале Рихтера. Понятно. Баллы – это другое. Баллы – это проявление силы землетрясения на поверхности Земли. Вы прекрасно понимаете, что землетрясение очень глубокое. Какое бы оно сильное ни было, оно ощущаться будет слабо. И баллы будут маленькие, а энергия будет большая. То есть, магнитуда будет велика, а балл будет мал. И наоборот, если оно близкое до слабенька, оно может дать такой эффект, как, например, в Ташкенте. Там не очень сильное по энергии было землетрясение. Но вы знаете результат. Ну, много таких примеров можно привести. То есть, тут спутано два понятия – баллы и шкала Рихтера. Спасибо. Следующий вопрос. На Камчатке в доле 85% прогнозируют землетрясения в этом году. Но, показано по телевидению карте, все участки сейсмоопасные, они находятся в море. По какой доле вероятности может произойти землетрясение, как оно коснется участков суши? Спасибо. В Японии тоже основные сейсмоопасные участки в море? Да, в море. Но, видите, вот Кобе произошло на суше. И это очень опасно. Я уже говорил об этом. Что по Петропавловску-Камчатскому? Да, это действительно. Сейчас я вам говорил под голосурочным прогнозом. Зона не очень, так сказать, приятная для проживающих там. Они это знают. Они это знают. Но я хотел бы сказать, панике, конечно, поддаваться не надо. Наша задача – следить и своевременно предупредить о возможности, так сказать, сильного землетрясения. Но я бы хотел сказать, для Камчатки и для Петропавловска, в частности, страшно не только землетрясение на суше, но морское или океанское тоже. Ведь оно может породить волну цунами, которая, вы знаете, весьма печальные последствия может привести. Не к меньше, чем последствия от землетрясения, прошедшего на суше. Поэтому опасность, безусловно, есть и морского, и... Теперь далее. Ощутимость. Да, действительно, если землетрясение будет в океане, то непосредственно ощутимость в Петропавловске может быть не очень большая, не очень сильная. Там часто происходят, ощущаются там 3, 4, 5 баллов. Это не так страшно. Все зависит от того, на каком расстоянии от берега оно произойдет. Но оно может быть в океане и близко к берегу, и тогда может быть весьма печальные последствия. Понятно. У нас осталось 30 секунд, и вы можете ответить еще на один вопрос. Прошу. Еще недавно говорили о возможном землетрясении в Москве. Неужели такая угроза действительно существует? Спасибо. Я коротко отвечу. Я считаю, что нет. Москва ощущает землетрясение, как ни странно. Я помню, в Бухаресте было... Совершенно верно. Румынские землетрясения ощущают... Почему? Они там сильные, очень сильные, и главное, глубокие. И энергия таким образом распространяет, захватывает большие территории, доходя до нашей столицы. Я благодарю вас, и я надеюсь, что землетрясений все-таки на нашей территории будет очень мало. Что не убавит работы в вашей службе. Я благодарю вас. Спасибо. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра час пик для президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова